Дорогие друзья, просто и друзья мультипликации, в частности. Надеюсь, что и то и другое объединяется в одно целое. Дорогие друзья, сегодня живет, здравствует и работает замечательный режиссер Иван Максимов. Но я думаю, что это имя знакомо всем, кто как-либо касался мультипликации последние 25 лет. Его нельзя не заметить, и творчество его совершенно очевидно. Он из тех уникальных режиссеров, кто создал свой мир. Вообще личность поразительная, и он всегда меня удивлял своими оригинальными эскападами, оригинальными решениями, внезапными. Он создал свой мир. Это мало кому удавалось, мультипликация. А вот Ивану Максимову удалось. Он сделал много фильмов. Часть фильмов была поддержана государством. Часть фильмов он делал непонятно как, на коленке, наверное. Но сам факт, что эти фильмы выходили, он получал за них премию. Это были замечательные фильмы. И вот сейчас он попал в ситуацию, когда есть необходимость собирать деньги, чтобы он мог начать, продолжать работать и сделать фильм, который называется «Скамейки». Я не знаю сценария, не знаю сюжета, но я абсолютно убежден, что это будет необычайный фильм, потому что я знаю Ивана Максимова. Он не может сделать плохо. Ну, просто невозможно. Это не потому, что ему стыдно, и он отвечает за то, что он делает, а он просто так вскроет, что он плохо не может сделать. Речь идет о деньгах, о необходимости собрать деньги. Мне рассказали, что уже один раз будто бы были собраны деньги или часть денег, но банк лопнул, и деньги исчезли. Ну, сама история с этими лопнувшими банками, она меня всегда удивляла. Либо банк мыльный пузырь, и всем вешает лапшу на уши, что этот банк обещает там 10-12% годовых, и что все будут процветать и здравствуйте. Либо действительно банком управляли нерадивые люди, но так или иначе деньги исчезли, и деньги сейчас нужно собирать повторно. Если вы доверяете моим словам об этом замечательном человеке, то я могу сказать ответственно, эти деньги не пропадут, эти деньги пойдут на замечательную, очередную замечательную работу этого прекрасного режиссера Ивана Максимова. Продолжение следует...